Глава 17. Свинцовая роза. Город Марафон оказался пыльной и унылой дырой. Довоенных зданий здесь почти не осталось, большая часть построек была возведена из всякого хлама, впрочем, подозреваю, что и в довоенные времена дома тут не блистали особыми архитектурными изысками. Солнце пекло немилосердно, улицы были совершенно пусты, и горожане прятались от жары в тени, наслаждаясь сиестой. И лишь два живых существа, молодой человек и фиолетовая пони с кьюти-маркой в виде магической звезды, упрямо топали по потрескавшемуся асфальту. Никогда не согласилась бы здесь поселиться, пробормотала взмыленная Твайлайт. Просто какое-то адское пекло. Ага, кивнул я, стирая с олба липкий едкий пот. А дома сейчас хорошо. Плюс пять, ледяной дождь, истылый ветер с океана. Курорт! Рада, что ты меня понимаешь. Интересно, долго еще идти? Если старик из лавки не соврал, мы почти на месте. Надеюсь, что в кабинете Applejack найдется рабочий кондиционер или хотя бы вентилятор. Разговор сам с собой затих, и к двухэтажному зданию полицейского управления, перед которым зачем-то стояли три армейских джипа и грузовик, мы вывернули в полном молчании. Странно, — протянула Твайлайт, глядя на остывших у входа солдат. Военные-то что тут делают? Не знаю. Может, опасаются нападений со стороны Мексики? Граница же совсем рядом. Возможно. Солдаты посмотрели на нас очень внимательно, но препятствовать не стали, и мы спокойно вошли внутрь. В маленьком холле было прохладно. Сидевший за столом дежурный полицейский вскинул голову и неприветливо улыбнулся. «Добрый день, офицер!» Начал я, пытаясь как можно четче выговаривать слова. «Мы хотели бы видеть шерифа Эпплджек». Эта простая фраза была произнесена, конечно, с чудовищным акцентом. Что поделаешь? Обучение иностранному языку под гипнозом — вещь отличная, но вот правильным произношением можно овладеть только во время живого общения. Зикора, конечно, натаскала нас как могла, но этого оказалось явно недостаточно. Впрочем, собеседник, похоже, отлично понял мои слова. Его лицо закаменело, а взгляд стал совсем холодным. «Зачем она вам понадобилась?» — поинтересовался он. «По личному вопросу. Я нет на месте. В таком случае можно увидеть помощницу шерифа Эпплблум или детектива в свете Бэль Искуталу». Выражение лица офицера стало таким, словно я попросил раздеться его до гола и станцевать ту-степ. Не говоря ни слова, он нажал кнопку электрического звонка. Послышался топот ног, и в помещение ворвались несколько солдат с оружием на изготовку. «Офицер!» — быстро сказал дежурный. «Этим Янке нужна Эй-Джей и ее табун!» Молодой парень с лейтенантскими нашивками повернулся в нашу сторону. «Кто вы такие, дьявол, вас раздери! И зачем вам шериф?» «Нам срочно нужно ее увидеть. Надеюсь, это не запрещено законом?» «Молчать!» «Здесь вопросы задаю я!» «Какое у вас к ней дело?» «Я старая подруга Эпплджек, и наш разговор будет носить исключительно личный характер», — громко заявила единорожка. «Как тебя зовут?» «Твайлайт Спаркл». «Надеюсь, что теперь нас пропустят?» «Заткнись!» «Парни, обыщите их живо!» «Но...» «Я сказал молчать!» Сопротивляться было бессмысленно, их было больше, а штурмовые винтовки, направленные в нашу сторону, выглядели весьма внушительно. Меня поставили лицом к стене и умело ощупали со всех сторон. Забрали пистолет, кошелек с деньгами и всякую мелочь. Затем завели руки за спину и защелкнули наручники. Твайлайт сковали кандалами все четыре ноги. «Похоже...» — тихо сказала она по-русски. «Мы серьезно влипли». «Прорвемся», — отозвался я. «В первый раз, что ли?» «Дэш, ты нас слышишь?» «Слышу, слышу!» — ответила радужная пегаска. Ее голос в наушнике коммуникатора звучал не громче вечернего ветерка. «Наше счастье, что солдаты не догадались внимательно осмотреть мои ушные раковины». «Гляжу, меня опять забыли пригласить на вечеринку!» «Я могу вылететь прямо сейчас!» «Погоди, посмотрим, что они будут делать дальше». «Аля, готовься поднять корабль в любой момент». «Хорошо», — отозвалась девушка. «Вы там особо не рискуете». Тем временем лейтенант, сняв телефонную трубку, принялся названивать начальству. Прошло несколько минут, и за это время мимо прошло несколько полицейских. Судя по тем опасливым взглядам, которые служители закона бросали на военных, стало понятно, что они совершенно не контролируют ситуацию. «Похоже, у яблочка крупные неприятности», — промолвила Твайлот, едва шевеля губами. «Вроде того», — согласился я. «Такое впечатление, что управление захвачено армейцами. Вон у всех копов кобуры пустые. Чует мое сердце. Кто-то нас опередил». Лейтенант, окончив беседу, повернулся к одному из подчиненных. «Перкинс, отвези этих янких в штаб! И смотри у меня без шуточек! Генерал лично хочет с ними поговорить!» «Есть, сэр!» — выдохнул высокий сержант, вытянувшись в струнку. «Нас вывели на улицу и затолкали в задний отсек Хаммера, переделанного для транспортировки заключенных. Там было тесно и очень душно, стальная коробка джипа нагрелась словно духовка. Водитель, сержант и рядовое сопровождение уселись в кабину. Взрывел мотор, машина сорвалась с места. За Эпплджек решили отправиться в Пятером. Два человека и три пони. Кроме нассали бессменных пилотов, в состав экспедиции вошли бортстрелок Искорка, главный дипломат и переговорщик Твайлайт Спаркл и боец Рейн Будеш. Зекор осталось возиться с Кусей, стараясь отыскать очередной сногсшибательный сюрприз, ну а остальные занимались своими делами. Я, наконец, сумел убедить Майка, что два пилота это слишком мало, и он, сдавшись, отправил молнию в ремонтный бокс, переделывать систему управления под копыта поняш. Кроме того, мы решили поставить на коптер защитное вооружение. Среди молодых воспитанников летной школы Рейн Будеш отобрали четырех сообразительных пегасов, двух жеребцов и двух кобылок, и отправили на тренажеры постигать таинство пилотирования. Также в отряд будущих покорителей неба вошли два надежных человека из Нового Паневиля. Таким образом, если все пройдет гладко, у Эквестри скоро будет целых восемь пилотов, после чего можно смело начинать операцию Родины. Хаммер катился по дороге, поднимая клубы пыли, подпрыгивая на многочисленных выбоиных и трещинах. Муститель шел за ним на недосягаемой взгляду высоте, выискивая место для засады. Но пока все было спокойно, гладкая, как стол прерия, не давала возможности надежно блокировать машину. Суперкоптер был вооружен слишком мощным оружием и по понятным причинам не мог пустить его в ход. Прошло часа полтора, пока на конец Атали не пришло сообщение, что дорога сворачивает в узкий каньон. Корабль увеличил скорость и ушел вперед готовить сюрприз. Когда справа и слева выросли высокие стены, водитель сбавил обороты. В таких местах нужно держать ухо востро и внимательно смотреть вперед, чтобы случайно не влететь выкатившийся на дорогу валун. Машина пересекла пересохшее русло ручья по расшатанному мостику. Весной здесь, наверное, вовсю бушует поток, но сейчас лишь ящерицы и змеи грелись на прокаленных солнцем белых, как черепах, камнях. — Что ты тащишься, как беременная лама? — недовольно спросил сержант. — Давай, вдави уже педаль, иначе мы до темноты не успеем. Его слова прервал грохот и рокот. — Дьявол! — Похоже, впереди обвал! — Верно! Выехав из-за поворота, они увидели медленно оседающее облако пыли. Последние камни еще летели, завывая, словно осколки шрапнели, но основная масса обрушившихся на дорогу валунов уже успела улечься неподвижно. При виде препятствия все трое начали наперебой ругаться. Обвал перекрыл дорогу плотной стеной в полтора метра высотой. Нечего было и думать, разгрести его своими силами. Тут требовались рабочие и техника. Машина встала, хлопнули дверцы. — Четвертый раз! За этот сраный год! — ряфнул сержант. — Зимой снегу было много. Вот водичка, значит, камешки подмыла, — рассудительно сказал рядовой. — Сам знаю! Придется возвращаться на равнину. Эти долбаные скалы не дадут связаться с базой. Отдохнули, называется. В этот момент джип накрыла какая-то густая тень. Сержант скинул голову и аж присел от ужаса. На них прямо с неба бесшумно падал круглый коричневый диск. — Дева Мария! — закричал водитель и в отельничное нечленораздельное побежал прочь, размахивая руками. Рядовой вскинул винтовку, но тут голубая молния с развивающейся радужной гривой, спикировав откуда-то справа, отшвырнула его в сторону, врезавшись спину передними копытами. Сержант полез к кобуру за пистолетом свою винтовку наставил в машине и замер, уставившись в ствол лучемета. — Не говори никому, не надо! — ласково произнесла Рейнбудэш, цитируя героя своего любимого фильма. — Просто осторожно вытащи пистолет и брось на землю! Сержант словно загипнотизированный подчинился приказу. Тяжелый кольт громко звякнула камни. — Умница! А теперь пойдем выпустим пленников. И не вздумай шутить! Знаешь, как здорово работает эта штука! Он знал. Однажды в конце войны его взвод попал под огонь мексиканского снайпера, вооруженного лазерной винтовкой. Прежде чем они смогли найти укрытие, восемь парней превратились в кучки пепла. Им так и не удалось отомстить. Гаденыш стрелял с дистанции нескольких километров, пользуясь чудовищной дальнобойностью своего оружия. Сержант не хотел даже думать о том, что от него останется, если это чертово пони выстрелит практически в упор. Не сопротивляясь, он открыл заднюю дверь и помог пленникам выбраться на волю. — Мы твои должники, Дэш, сказал я, растирая освобожденные запястья. — Потом сочтемся, хмыкнула пегаска, затем посмотрела вверх и помахала копытом. — Давай, снижайся! — Не могу посадить машину, сказала Аля. — Тут очень узко и камни на склонах едва держатся, того и гляди рухнут. — Выдвиняя аппарель, я перенесу всех по очереди наверх, решительно заявила Дэш. — Не думаю, что Твайли окажется тяжелее нашей пухленькой королевы. — Этого парня возьмем с собой. — Зачем он тебе понадобился, Макс? — удивилась пегаска. — Допросим. — Надо же узнать, что здесь, черт возьми, происходит. — Верно. — Тогда значит сначала Твай, затем он и наконец-то поехали. Дэш обхватил ногами единорожку и быстро взмыло вверх к открытому люку. Не прошло и нескольких секунд, как они влетели внутрь. Я нацепил пленнику наручники, затем тщательно его обыскал. Нашел нож и крошечный антикварный Дэринджер, спрятанный в кармашке на правой штанине. Сержант дергался и ругался, но скованные руки сводили на нет все попытки к сопротивлению. Когда вернувшись назад Пегаска подцепила его, он завопил, задергался и вдруг замер. Похоже парень боится высоты, подумал я, провожая их внимательным взглядом. Надо запомнить. Мое вознесение прошло без проблем. Как только я оказался в трюме, мститель начал бесшумно подниматься, оставляя внизу машину и двух ошалелых техасов. Сержант отрицательно помотал головой. Его глаза были крепко зажмурены. Он стоял на самом краю откинутой аппарели, словно пленник на доске переброшенный через борт пиратского брига. Под ногами бедняги лениво проплывали облака. Коптер висел на высоте пяти километров. Какой однако неразговорчивый паренек, пожаловался я, повернувшись к Дэше. Попробуем исправить. Фыкнула она и, подойдя вплотную к упрямцу, легонько толкнула его копытом в грудь. Этого оказалось достаточно, чтобы бедняга с громким криком полетел вниз. Если Флатти будет спрашивать, скажи, что я его не пытала. Сам же видел, что это было не удар, а лишь дружеское прикосновение. Без проблем. Тем более, что и сейчас я совершу благородный поступок и спасу ему жизнь. С этими словами пегаска развернула крылья и обрушилась вниз. Через пару минут она вернулась, держа в ногах обвисшая словно тряпка тела. Он похоже обделался от страха, предупредила она. Все штаны мокрые. Думаю, мы сможем это пережить. Дэш опустила сержанта на пол и пошевелила копытом. Тот дернулся и резко вскинул голову. «Итак продолжим», невозмутимо сказал я. «Нам нужно, чтобы ты ответил на несколько вопросов. Учти, что мы в любом случае выкинем тебя за борт. Весь смысл в том, на какой высоте это произойдет. Слышал, наверное, что между тремя футами и тремя милями есть некоторая разница. Выбирай, какая из этих высот тебе больше подходит». Мститель уходил в небеса, а бедняга сержант в припрыжку улепетывал по прерии в сторону виднеющихся вдали городских построек. «Мы собрались в рубки у большого экрана. Полученные сведения требовали немедленного обсуждения со всеми членами правительства Эквестрии». Таким образом, Эппл Джексвит и Белли Скутула оказались перемещены в Форт Алама, главную крепость Техаса. Куда делась Эппл Блум неизвестно, но говорят, что ей помогла бежать не кто иная как Бэп Сид. Во всяком случае, один из свидетелей видел, как эта парочка выходила из города. За голову нашей крошки назначена чудовищная по здешним меркам награда 200 серебряных долларов. Полагаю, что сейчас наслед блянок встали все способные держать оружие. У нас пока все. Твайлайт закончила рассказ и сделал несколько глотков из кружки с холодным чаем. Сидящие по ту сторону экрана поняши подавленно молчали. Наконец, Рарити тряхнула фиолетовой гривой и решительно заявила «Возвращайтесь назад. В пятером вы все равно ничего не сделаете». «Майк, а у тебя есть информация о форте?» спросила Искорка. «Это действительно тот самый Алама?» «Нет». Насколько я могу судить с тем самым Алама, у них совпадает только название. Форт, куда поместили наших друзей, находится в 20 километрах южнее Остина, столица Техаса. И представляет собой мощный укрепрайон. Там расположен главный арсенал, хранится золотой запас республики, работает несколько военных лабораторий и так далее. Его охраняют 5000 элитных солдат, вооруженных самым современным оружием. Также хочу обратить внимание на то, что система ПВО Алама считается лучше на континенте. Мы сможем взять крепость штурмом? Исключено. Наши коптеры будут сбиты еще на подлете. А скрытое проникновение? Маловероятно. У меня нет ни схем форта, ни охранных кодов. Спутниковые фотографии также бесполезны. 70% всех сооружений находятся под землей. Значит, нужно искать другой вход. Я знаю человека, который может нам помочь. Неожиданно заявила Рарити. Если мы, конечно, сможем его найти. Но в любом случае, вам стоит вернуться назад. Хорошо. Майк, готовь скаяк отлету. Йен, передай пегасам дэш, пусть собираются. Череп, как там твои головорезы? Ждут приказа. Отлично. Отбери полсотни самых лучших и сам не забудь смазать пушки. Давно пора. Надоело сидеть без дела. В таком случае, думаю, нам стоит прибавить газку. В главном ангаре было суетливо и шумно. Робот основали туда-сюда, перевозя контейнеры и ящики с грузом. Пегасы Дэш и сухопутники Черепа сидели двумя группами, слушая инструкции командиров. Я, Левтина, Искорка, Твайлайт, Рарити и Зикора Кванг расселись на плоских пластиковых контейнерах, ожидая сигнала окончания погрузки. Думаю, заметила королева, что нам следует разделиться и лететь по одному. Зачем? Удивилась Твайлайт. Ну, это же очевидно. Пока грузовой корабль будет плюхать над льдами Арктики, мы на Мстителе успеем слетать в Питтсбург. Не тот, что в Пенсильвании. Небольшой городок с таким названием есть и в Техасе. Там живет, во всяком случае, жил до недавнего времени один очень славный человек. Ты так хорошо знаешь географию Соединенных Штатов? Откуда? Изумилась Твайлайт. На то есть причина, ответила Рарити с загадочным видом. Я там ни разу не была, но вот дела с тамошними специалистами вела достаточно серьезные. Неужели в этой глуши кто-то интересуется модельным бизнесом? Нет, сотрудничество носило более специфический характер. Да как в мое предложение? Технически в этом нет ничего сложного, сказал я. Другое дело, как нас там встретят. Снова садиться в кутузку мне совсем неохота. Думаю, особых проблем не будет. Венченца, как правило, пленных не берет. Успокоила меня белая единорожка. Венченца? Так зовут вашего специалиста? Верно. Откуда вы его знаете? О, это долгая история. Если хотите, могу рассказать. Разумеется, хотим. Тем более, что до отлета еще больше часа. Хорошо. А Рарити мягко улыбнулась, словно вспомнила нечто забавное. И его полное имя Венченца О'Брайен. Хм. Итальянское имя и ирландская фамилия. Недурное сочетание. И его мать была итальянкой, эээ, жрецей любви по профессии. Отец ирландский матрос, списанный на берег за любовь к выпивке и дракам. Каким-то ветром его занесло в Рим, где он и познакомился со своей второй половинкой. Жили они в трущобах, в самом гнилом и мерзком районе города. Папаша зарабатывал тем, что участвовал в боях без правил, спуская большую часть денег на выпивку. Когда Венченце исполнилось четыре года, отцу проломили голову кастетом, и буйный ирландец навсегда успокоился на местном кладбище. Не думаю, что мальчишка очень переживал из-за смерти родителя, если вспомнить, что любимым развлечением пьяного папаши была беготня с ножом за женой и сыном. Оставшись вдовой, мать вернулась к прежней профессии, в доме сразу стало многолюдно, Венченце это очень не понравилось, и в возрасте семи лет мальчишка окончательно перебрался жить на улицу. Я познакомилась с ним, когда юркий и ловкий, как хорек, парнишка пролез в окно моего дома, дабы проверить, хорошо ли я прячу деньги. Была зима, погода стояла холодная, мой незваный гость хлюпал простуженным носом и поминутно чихал. Это-то его и выдало. Когда, схватив за рубашку, я грозно поинтересовалась, как у Весена, он такой простуженный, вздумал ползать по чужим квартирам, глупыш угрюмо сообщил, что сидит без денег, и что его выгонят из ночлежки, если он не заплатит за постой. Я, конечно, растрогалась, вызвала врача, напичкала его лекарствами и уложила в постель. Как миленько, сказал Твайлэд, он стал твоим воспитанником? Ага, жди, засмелась Рарити. Этот негодник сбежал через три дня, сразу после того, как спала температура, прихватив на память несколько пригрыш неразноцветных стекляшек из шкатулки. Наверное, я подумал, что там лежат драгоценные камни. Я, признаться, решила, что никогда больше его не увижу, но ошиблась. Через месяц он снова появился и попытался вернуть деньги за украденную бижутерию. Мальчишка пояснил, что не хотел ничего забирать, но так получилось, что ему срочно нужно было расплатиться с долгами, а вот теперь он снова при деньгах и хочет загладить свой поступок. Я умилилась, простила Плута, накормила и предложила остаться жить с нами. Винченцо отказался. Больше всего на свете этот паршивец ценил свою свободу. Наши спинки общества его явно утомляло. С другой стороны, как и всякому ребенку, обделенному домашним теплом, ему хотелось ласки и доброты. В результате он стал забегать к нам в гости раз в две недели или даже чаще и оставаться на ночлег. Винченцо был славным ребенком. Появить он на свет в другой семье, родителям можно было только позавидовать. Парнишка был добр, насколько может быть добрым уличный мальчишка, смел, справедлив и по-своему честен. Во всяком случае, эпизод со стекляшками был первым и последним, когда он что-то крал из моего дома. У других, естественно, поганец воровал только так, но наше жилище оставалось для него неприкосновенным. Я часто пыталась дать ему хоть немного денег, но он всякий раз отказывался с гордым и независимым видом. Довольно странно у него представление о честности, хмкнул твой. Впрочем, не мне судить. Больше всего на свете негодник обожал сериал «Приключения по Невильской шестерке». Я тогда собирала все записи, которые могла достать и пересматривала их в минуту отчаяния, когда тьма бессилия и печали подкатывала к сердцу. Впервые увидев происходящее на экране, Винченцо просидел весь фильм с открытым ртом, а потом целый вечер донимал нас расспросами об Эквестрии. С тех пор мальчишка стал буквально одержим пони, пересматривал каждую серию по нескольку десятков раз, мог безошибочно процитировать любую фразу из любого фильма и даже сам принялся сочинять истории продолжения. Он и грамоти-то выучился исключительно для того, чтобы записывать собственные рассказы о Понивиле и его обитателях. Главным героем всех историй был Скай-рок, клевый пегас, альтер-эго самого Винченцо. Чем только тот не занимался. Соревновался в скорости с Рейнбудэш, учил печь кексики Пинки Пай, колдовал вместе с присутствующей здесь фиолетовой занудой, искал похищенного Эйнджела, сражался с чудовищами Вечнодикого леса и выполнял секретные поручения принцессы Луны. Я аккуратно собирала его опусы и подшивала в папку, озаглавленную как сторис. Читать их без слез было, конечно, нельзя. Трудно ожидать изысканного литературного стиля от десятилетнего мальчишки, только-только научившегося писать. Эти записи сохранились, любопытно было бы посмотреть. Да, они лежат в тайнике вместе с остальными бумагами. Когда разберемся с делами, нужно будет слетать в Рим и забрать их. Там есть много чего интересного. Не сомневаюсь. Из всей нашей компании больше всего на свете Винченцо полюбил Спайка. Наверное, потому, что тот тоже был мальчишкой, да и к тому же живущим без родителей. Когда я рассказала ему об ужасной кончине несчастного дракончика, бедняжка прорыдал весь день и потом еще целый месяц ходил как в воду опущенной. Затем, как-то ночью, проявив чудеса ловкости и изобретательности, негодник пробрался в антикварную лавку и, равнодушно пройдя мимо золотых украшений, похитил одну единственную вещь – пластиковую фигурку Спайка, которую с тех пор стал постоянно носить на шее в качестве талисмана. Ох, Спайки, вздохнула Твай, как мне его не хватает. Мне тоже. Я всегда считала влюбленность нашего чешующего малыша просто детской причудой и, что скрывать, временами эксплуатировала бедняжку, но сейчас понимаю, насколько была неправа. Единственное, что греет душу, впрочем, об этом после. Когда Винченцо исполнилось тринадцать, с ним произошло несчастье. Глупыш подрался из-за девчонки с другим парнем и получил несколько ударов ножом. Я узнала об этом несколько дней спустя и сразу поспешила на помощь. Он лежал в каком-то грязном притоне на склеившихся от крови простынях, а растрепанная пьяная старуха поливала его раной жгучей грапой, бормоча при этом, что на свете не сыскать лучшего лекарства. Я отвезла его в частную клинику и отдала в руки специалистов. Положение мальчишки было крайне тяжелым. Сами раны не представляли угрозы для жизни, если бы были вовремя обработаны. Но врачевание грапой и антисанитария привели к серьезным осложнениям. Почти неделю он провел в реанимации, а на все лечение ушло больше трех месяцев. Из больницы Винченца вышел совершенно другим человеком. Парнишка неожиданно заявил, что ему надоела уличная романтика, он хочет вырваться из нищеты и получить образование. Я к тому времени уже могла оплатить его учебу в любом престижном колледже, но уголовное прошлое моего воспитанника действовало на владельцев как красная тряпка на быка. В конце концов, мне удалось договориться с директором закрытой иезуитской школы, специализировавшейся на трудных подростках. Зная строгий устав школы и свободобудолюбивый характер моего протеже, я решила, что он недолго там задержится. Я даже поспорила сама с собой. Одна моя половинка считала, что мальчишка вылетит после двух недель, вторая предполагала, что он вытерпит шесть месяцев. И кто из вас угадал? Смеясь спросила Искорка. Ошиблись обе. Винченца отучился все пять лет и закончил с отличием. Другое дело, что карьера адвоката или личного секретаря его совсем не устраивало. Непоседа постоянно искал что-то новое. Вот почему я совсем не удивилась, когда он заявил, что собирается уехать в Америку. Попрощавшись с нами, новоявленный переселенец взошел на борт корабля и отправился в путь. Письма приходили редко и нерегулярно. Сначала он мыл золото в Канзасе, затем, став ковбоем, перегонял стада через территорию нескольких штатов, после принимал участие в ликвидации Братства Ножа и их сумасшедшего предводителя, черного проповедника Барака Обабы, воевал на стороне королевства Аляска против десанта Великого Китая во время Третьей Зимней войны, где отличился в знаменитой битве за Анкоридж. Всего и не упомнишь. Довольно пестрая биография, заметила Искорка. Верно. Наконец Винченцо стал хедхантером и в этой должности пребывает по сей день. Охотник за головами, протянула Твайлайт. Думаю, его знания нам могут очень пригодиться. Разумеется. Он работал на меня в течение нескольких лет, когда я... Тут Рарити осеклась и замолчала. Когда ты что? Белая единорожка на секунду прикрыла глаза, затем тяжело вздохнула и сказала «Все эти годы я не уходила из фирмы по одной важной причине. Мне были нужны деньги, очень большие деньги. Признаюсь, что не только мои хозяева занимались финансовыми мхинациями». Рарити повернула голову, зубами откинула клапан переметной сумы и достала наружу небольшой кожаный мешочек. Внутри лежало что-то тяжелое. «Твай, солнышко, я хотела сделать тебе этот подарок в более спокойной обстановке, но раз уж зашел разговор, то возьми его, пожалуйста, прямо сейчас». «Спасибо», растерянно произнесла Твай, принимая мешочек, «но что внутри?» «За такое не благодарят», глухо ответила Рарити. «Открой, и сама увидишь». Аля приняла подарок, развязала тугой ремешок и передала Твай прозрачный хрустальный шар размером с теннисный мячик. В глубине шара темнел непонятный предмет, который я в первый момент принял за высохший бутон розы. Впрочем, быстро стало понятно, что это пуля крупнокалиберного пистолета, расплющившаяся при ударе о твердую поверхность. Фиолетовая единорожка не без удивления осмотрела подарок со всех сторон и вопросительно взглянула на подругу. «Этой пулей», громко сказала Рарити, «этой пулей охотник за головами Винченцо О'Брайен по прозвищу Орк уложил матюша Ковальского, больше известного как сержант Паук». Твайлайт вздрогнула и отшатнулась. Хрустальный шар выпал из внезапно ослабевшей копыту руки, но я успел подхватить его у самого пола. «Селестия», потрясенно прошептала она, «все свои деньги до последней лиры я тратила на услуги детективов и хэт-хантеров, работавших по всему миру», звенящим от волнения голосом продолжила Рарити. «К сожалению, мерзавцы, отдавшие тот жуткий приказ, были уже мертвы, но вот исполнители, наемники из бригады псы-смерти еще гуляли на свободе». «Не все, конечно. Кто-то погиб на войне, кто-то умер от болезней или наркотиков, но как минимум две с половиной сотни наслаждались жизнью. Негодяи, конечно, уже и думать забыли, как сгоняли перепуганных поняш в кузово скотовозок навстречу унижению и рабству, но я все помнила». Голос единорожки сорвался на крик, ее глаза пылали пламенем ярости, шерстка на холке встала дыбом. «Внезапно я понял, что вот именно сейчас перед нами предстала подлинная Рарити, не манерная королева драм, вальяжно отпускающая комплименты, а решительная и даже в некотором роде беспощадная к врагам воительница. Возможно, из нее получился бы неплохой инквизитор, в хорошем смысле этого слова. Не тот урод, что, опьянев от чувства полной беззаказанности, жжет на кострах невинных мужчин, женщина-детей, а истинный защитник справедливости, карающий преступников и защищающий слабых. Почти четыре года продолжалась эта охота. Мерзавцы пытались скрыться, но пули находили их везде. Винченцо, ставший моим карающим мечом, объездил всю Америку от залива Святого Лаврентия до мыса Горн. На его счету 32 пса, среди которых был и самый мерзкий из них. Паук забился в какую-то глухую щель, надеясь спасти свою ничтожную жизнь. Напрасно. Орк настиг его и покарал. Рарити замолчала, огонь в ее глазах угас, она снова начала превращаться в прежнюю королеву. Твайлайт подошла к подруге и прижала щекой к ее щеке. Глаза фиолетово-единорожки блестели от слез. Ты все сделала правильно, прошептала она. Пони, не должны мстить, иначе мы опустимся до уровня наших врагов, но спасибо. Да простит меня Селестия, на твоем месте я поступила бы точно так же. так же. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...